Из области таинственного О душе Страница 32 Долго сидела Марья Павловна, глядя задумчиво вдаль Как вдруг она заметила, что на горизонте или даже ближе Между ней и лесом стало образовываться, сгущаясь, какое-то голубоватое облако Явление ее заинтересовало, и она ближе стала в него всматриваться Облако росло и приближалось Когда оно оказалось на зеленой поляне, точно же за речкой Облако посередине как бы разорвалось пополам И обе его части развинулись влево и вправо, как занавес, держащийся на шнурке и состоящий из двух полотнищ В середине этих облаков молодой девушке теперь ясно представилась картина, которая охватила ее ужасом Она хотела крикнуть, но не могла, а продолжала пристально смотреть на представившееся ей видение Она сделала усилие, стала руками как бы отгонять от себя это явление Но облако и окруженные им картины не двигались Тогда Мария Павловна бросилась опрометь и бежать вверх по аллее к дому На полпути она столкнулась с сестрой и братом, то, чтобы вышедшими гулять в сад «Катенька!» — крикнула она в ужасе «Митя, взгляните, что там делается! Там, за речкой! Какие страсти! Братья с Александр и гусар! Много народу побито! Сражения, ядра и французы! Много французов!» Машенька слыла в семье за шутницу Она так и норовит, бывало, придумать какую-нибудь затею Рассказать какую-нибудь небывальщину Закутаться во все белое вечером и пугать старушку-гувернантку свою Поэтому сестра ее, моя бабушка, более степенная, хоть и младшая, и Митя Не сразу поверили ее испугу и возгласам, к которым они уже привыкли Однако, видя, что она бледная, белее своего платья, как потом говорила бабушка И вся дрожит, они взяли ее каждый за руку и сбежали втроем с горки под березу Поразившая Марью Павловну явление не исчезло Все трое увидали его совершенно явственно На аршин от луга, как бы на живой картине, действующей лице, которая расположилась как бы на помосте Неизвестно только чем поддержанным Был виден угол сжатого поля По которому разбросанные там и сям в самых разнообразных позах Лежали трупы убитых солдат, русских и французов Влево была видна брошенная вместе с передком, у которого сломалось колесо пушка Вдали французская кара с примкнутыми штыками, имея посередине знамя На древке которого был одноглавый орел Как бы замерла, ожидая атаки русской конницы Остановленной, казалось, в воздухе среди бешеного галопа В самых фантастических позах людей и лошадей Надо всей картиной как бы остановилось несколько пролетавших ядер Но более всего поразило зрителей то, что они видели на первом плане картины На голом жневье, рядом с распростертой издыхающей белой лошади Лежал молодой офицер Кивер с него свалился Большие голубые глаза были устремлены на зрителей Его круглое лицо с широким маленьким носом было бледно, как полотно А на лбу, немного ниже того места, от которого начинались густые от природы вьющиеся белокурые волосы Видно было маленькое темное пятнышко Обе сестры и брат сразу признали в юноше своего брата Александра Наклонившись над ним, к зрителям спиной Стоял на одном колене гусарский офицер Снявший также свой кивер в молитвенной позе Фигура его очень характерная, была совершенно им незнакома Угадав эту картину, и Катенька, и Митя оцепенели от страха и изумления Еще крепче стали жать руки сестры Несколько минут, по крайней мере, предстояло Простояла эта немая группа До тех пор, пока не подошел старик-садовник, которого видал издали ошеломленных чем-то барышень и борчука Спешил к ним Он еще успел попасть под березу, когда явление было видимо, хотя и стало бледнеть Так что он довольно явственно успел рассмотреть то, что представлялось глазам молодых господ Вскоре, однако, облака, стоявшие по обе стороны картины, стали задергиваться, закрыли ее и как бы испарились За ними было опять озимое поле, чистое небо и слегка дымкой закутанный лес на горизонте С тяжелым впечатлением все трое вернулись домой, приказав садовнику ничего не рассказывать о виденном Решено было все скрыть от Екатерины Николаевны и подготовить ее к новому страшному горе постепенно Потому что они были убеждены, что странное явление не могло предвещать ничего иного, кроме смерти Александра Павловича А однако расстроенный вид дочерей и сына, их постоянное старание не показывать все матери на глаза Неудержимые слезы при каждом ее напоминании о старшем сыне, имя которого было у нее непрестанно на языке Повели к тому, что своими настояниями она выспросила все о происшествии Сначала подумали, что молодежи подчудилась, поприччилась Было решено отслужить молебен святым Адриану и Наталье, память которых праздновалась в роковой день Но тревога матери не стихла Садовник божился, что своими глазами видел молодого барина на поле убитым А перед ним на коленях какого-то важного генерала, всего в позументе Шапку эту он, значит, снял И молится за упокой его душеньки И так мне жалостно стал, аж заплакал Такие речи, конечно, еще более тревожили материнское сердце Екатерина Николаевна написала письмо в армию, умоляя известить ее о сыне А сама послала в нарочную Москву к брату, чтобы получить от него какие-либо вести После навернулся скоро, но привез им недобрые вести На Адриану и Наталье действительно было большое сражение И француз повалил на Москву, откуда все выбираются Дмитрия Николаевича он в Москве уже не застал Скоро затем пришла весть о взятии самой Москвы А потом, через доставленные окружным путем письма И через раненых, наплыв которых Ярославль был огромный Пришло страшное известие Александр Павлович Левшин был в числе убитых под Бородином Подробности не сообщались, кроме одной Что пуля попала ему прямо в лоб И повергла его на месте Новое горе, новый траур достался на долю семьи Левшины На этот раз, впрочем, редкая семья на Руси не оплакила убитого или раненого И самой России нанесена была глубокая, причинившая жестокую боль рана в сердце ее Москву Рана, послужившая к торжеству нашей Родины Горячо оплакивали Левшина своего дорогого покойника, которого смерть они столь странным образом видели за 400 верст Мария Павловна, хорошо рисовавшая акварелью, воспроизвела на картине в точности видения Таинственный гусар был нарисован с большим сходством Но кто он был, оставалось долго неизвестным Прошло четыре года, громы наполеоновских войн стихли, войска наши вернулись из Франции Левшины жили в Москве, куда приехал гусар Михаил Григорьевич Хомутов Спосредственно казной атаман войска Донского Он очень полюбил еще в Петербурге молодого Левшина и под Бородином присутствовал при его кончине Приехав к его матери в Москву, он хотел рассказать ей все подробности этого грустного события Когда он вошел в гостиную, оба барышни так и вскрикнули Не было никакого сомнения, наклонившийся над телом их брата гусар был именно Михаил Григорьевич Ему показали нарисованную Марией Николаевной Павловной картину И Хомутов был поражен сходством обстановки При которой он в действительности стоял на коленях над телом своего любимца С тем, что было нарисовано на картине Самое явление так и осталось необъясненным Картина написана Марией Павловной, которая вышла впоследствии замуж за Сомова Хранилась у нее Проездом из нашего малороссийского имения, рассказывает госпожа Пасек Остановилась я на несколько дней у родственников моего мужа Которые в это время были сильно огорчены утратой брата Диамида Васильевича Пасек Диамид Васильевич Пасек, очень известный в своей храбрости генерал Во время императора Николая был убит на Кавказе в Ячкиринском лесу 11 июля 1845 года В так называемой Сухарной экспедиции Когда наши войска ходили брать Дарго После первых дней свидания, посвященных общему горе и воспоминаниям о нашем дорогом отшедшем Старшая сестра его рассказала мне следующее странное явление Сообщенное ей с пещенником их прихода отцом Николаем Который был очень дружен с братом Диамидом Обыкновенно каждое воскресенье по окончании обедни Заходил к его семейству прямо из церкви напиться, чай и побеседовать В одно из летних воскресеньев этого года Он пришел к ним сильно возбужденный и несколько растерянный И сказал, что пришел сообщить им радостную весть А затем замолчал, видимо, не зная с чего начать Верно, продолжал он, с нашим Диамидом Василием случилось что-нибудь очень хорошее Он опять, должно быть, отличился и получил особенную награду Так я его странно и хорошо видел сегодня за обедней Как за обедней вы видели Диамида? Спросила сестра В это время семейство было уже встревожено, не получая писем с Кавказа Случилось со мной что-то очень странное и небывалое Ответил священник Когда я стоял у престола, совершая тайны, вдруг в престол, алтаре, все бывшее у меня перед глазами исчезло Я увидел себя в дремучем лесу, совершенно мне неизвестном В такой местности, какой я никогда не видывал Передо мной были горные скалы, спуски, подъемы, пропасти Дорога местами как будто нарочно завалена с рубленными громадными деревьями и камнями Среди всего этого я увидел Диамида Васильевича в длинной, белой, блистающей одежде Лицо его было тоже сияющее и такое счастливое, что и слов у меня нет описать его С минуты он пристально смотрел на меня и вдруг стал отделяться от земли И подымаясь все выше и выше исчез в пространстве А я опять увидел себя в алтаре перед престолом Божиим Лицо у него было такое довольное и счастливое, что верно с ним случилось что-нибудь особенно хорошее Зная, как вы о нем тревожитесь, я поспешил сообщить вам мое видение Матери при этом не было, а только его три сестры, которые передавали мне рассказ священника Он не обрадовал сестер, а скорее еще более встревожил Они предчувствовали недоброе и просили рассказчика не говорить этого матери Вскоре затем пришла грустная весть Император Николай Павлович изъявил свое сочувствие, горе осиротевшей матери и осыпал ее милостями Сын ее пал осененный лаврами Но лавры не лечат сердца матери Сказал один из наших талантливых писателей Тепло вспоминая Диамида Васильевича в своих записках Введение Карла XI Официальный протокол за подписью четырех свидетелей Вполне достойных доверия утверждает подлинность событий, о котором я хочу рассказывать Прибавлю, что предсказание, заключающееся в этом протоколе Было известно и служило предметом разговоров гораздо ранее того, когда оно, по-видимому, исполнилось Карл XI, отец знаменитого Карла XII, был один из наиболее деспотечных, но вместе с тем и наиболее разумных шведских королей Он ограничил чудовищные привилегии дворянству, уничтожил власть сената, стал издавать законы самостоятельно Одним словом изменил все государственное устройство Швеции До него олигархическое Заставил государственные штаты вручать ему самодержавную, неограниченную власть Был он при этом человеком просвещенным, храбрым, глубоко преданным литеранской религии Характера непреклонного, холодный, положительный, совсем лишенный воображения Он только что лишился жены своей, Удрики Элеоноры, которую он весьма уважал и, по-видимому, был более огорчен ее смертью, чем можно было бы ожидать от его сухого сердца После этой потери он сделался еще более мрачным и молчаливым, чем прежде, и стал так ревностно заниматься делами, посвящая все свои часы работе Что окружающие его приписывали этот усиленный труд, потребность отвлекаться от тяжелых мыслей Под конец одного осеннего вечера он сидел в халате и туфлях перед ярко пылавшим камином своего кабинета в Стокгольмском дворце При нем находились один из наиболее приближенных к нему лиц, камергер Граф де Браге и его людмедик Баумгартен, любивший хвастаться «Может быть, но я их не знаю», — усмехнулся король «Пропуск» Он опять задремал, видение мало-помалу исчезало, как дым К ночи весть о явлении белой женщины разнеслась по дворцу и всему городу На следующий день Фридрих скончался Последними его словами были Благодарение Богу гора прошла Какая гора? Было ли это символизацией, подобно тому, как в сонных грезах, того физиологического процесса, который знаменует переход от жизни к смерти? Или тут скрывалась какая-нибудь мысль? Страница 43, 34 Может, таинственное явление Госпожа Демьяненкова передает о необыкновенном случае, происшедшем недавно в Черниговской губернии, в шести верстах от города Глухово, в селе Палашки, принадлежащем тетке рассказчице Скоропадской 12 июня после обеда сестра моя, госпожа Скоропадская, не владеющая уже пять лет ногами, и графиняка Чубей Разговаривая, сидели в гостиной, имевшей выходную дверь на балкон Больная дремала в кресле Неожиданно дверь балкона отворилась, и седой старец в сопровождении двух монахов, поддерживающих его, вошел в гостиную Подойдя к тетушке, он остановился и протянул руки для благословения Монах, находившийся с левой стороны, останавливал его А находящийся с правой, знаками просил благословить, что и было исполнено старцем Вслед за тем они исчезли, а тетушка моя без посторонней помощи твердо встала на ноги, и тотчас же, упав на колени перед образом, рыдая, начала молиться Видевши, эта сестра моя и графиняка Чубей тоже не могли удержаться от слез Весь о чудесном исцелении быстро распространилась в окрестности, и соседи съезжали, чтобы воочию убедиться в этом чуде Старий же, видимый присутствовавшими, весьма походил на образ святого Митрофания, который накануне подавила тетушке одна бедная женщина в благодарность за оказанную ей помощь Госпожа Скоропадская была не особенно религиозна, но этот знаменательный случай оставил в ней сильное и, вероятно, неизгладимое впечатление Второе зрение из воспоминаний графини Хлудовой Графиня Антонина Дмитриевна родилась в Стокгольме, где отец ее, известный граф Дмитрий Николаевич Блудов, служил в то время советником при посольстве Приводимые ей здесь факты тем более заслуживают внимания, что передаются со слов графа Дмитрия Николаевича, человека, отличавшегося недюжинным умом и образованием В продолжении своей жизни он был несколько раз министром и скончался в 1862 году председателем Государственного Совета И есть в Швеции один королевский замок, Грицгольм, известный целым рядом сверхъестественных или, по крайней мере, необъяснимых видений Батюшка еще знавал в Стокгольме одного старого господина в каком-то придворном чине Который имел способность предвидения приближающихся в будущем происшествий То, что шотландцы называют Second Side, второе зрение Я не помню имени этого человека, но о нем рассказывали много странных случаев И батюшка часто говорил об одном из них, который я твердо помню Несколько лет перед нашим пребыванием в Швеции гостил у дочери своей шведской королеву наследный принц Баденский После своего пребывания у другой дочери императрицы Елизаветы Алексеевны Он уже собрался ехать назад на родину В самый день отъезда двор вместе с ним завтракал в замке Грицгольм И наш ясновидец тут же сидел за столом почти против принца Во время веселого разговора графиня Энгстрем, кажется, жена министра иностранных дел Или другая дама, заметила, что ясновидец побледнел Сдровнул, стал пристально смотреть на принца и приуныл Другие этого не видали Завтрак кончился благополучно Придворные простились с принцем и королевская семья поехала провожать его до моря Пока ожидали их возвращения, графиня с женским любопытством и настойчивость не давала покоя ясновидцу Требуя непременно, чтобы он рассказал ей, что его смутило Он отнекивался, а она не отставала Отделившись от других групп, они остались у окна ввиду большой дороги Тут, наконец, ясновидец решился сказать своей собеседнице, что плохо принцу придется Во время завтрака он увидел за стулом принца, его же самого стоящего за ним Точно живой двойник, но задумчивый и в другом наряде Настоящий принц был в мундире шведском или баденском, не помню А привидение стояло в русском мундире Ну что же, спросила графиня Нехорошо, отвечал задумчивый тот А чего нехорошо? Что ж тут такого-то? Чего вы боитесь? Разумеется, ничего Все вздор Зачем же вы меня спрашивали? Он едва успел выговорить эти слова, как оба они увидели в окно скачущего опрометив верхового Беда! Беда! кричал он Скорее доктора! Помощи! Принца опрокинули! Он крепко разбился! Все засоветились, бросились на двор, на улицу Принца через несколько часов не стало Когда привезли тело, он был в русском мундире По какому-то случаю он, садясь в карету, переменил платье и надел русский мундир Таким образом, даже и в этой подробности сбылось предсказание ясновидца Этот случай батюшка слышал от свидетелей очевидцев Еще необыкновенный случай рассказывали батюшке очевидцы его Это уже происходило не в замке Грибсгольме, а в Стокгольме, в королевском дворце 15 марта 1792 года брат короля Густава III, герцог Зюдер Манланский Пошел в кабинет или библиотеку короля отдохнуть после обеда и забыл там свой шарф Вечером, когда была пора отправиться в маскарад, он вспомнил про шарф И послал пажа или коммердинера за ним в кабинет По прошествии некоторого времени тот воротился, говоря, что никак не мог войти в комнату Замок у двери должно быть испорчен, ключ в замке оповернуть никак нельзя Герцог сам пошел и только тронул дверь, она отворилась Но он отскочил, и попереди его глазами лежала на диване мужская фигура Вся в крови, которая текла из свежей раны Лица не было видно, но ему казалось, что это или он сам, или король Оправившись от первого впечатления, он подошел к дивану Но видение уже исчезло Он схватил свой шарф и поспешил на маскарад На этом маскараде брат его, король Густав III, был смертельно ранен из пистолета графом Анкарстромом И раненого принесли до первой перевязки в тот самый кабинет и положили на тот самый диван Где брат видел его образ, или тень, за несколько часов перед тем По случаю одной подробности этого происшествия, именно той, что дверь не мог отворить коммердинер А как скоро взял ключ герцог Зильер Монландский, она легко отперлась Батюшка рассказывал, что знатоки этого дела шведы и шотландцы ему говорили, что всегда так бывает Явление, привидение из духовного мира, дается только тому, кто назначен судьбой для принятия этой тайны А для других оно остается недосягаемо, непостижимо Не то ли бывает и вообще в области духовной То, что дается каким-то внутренним откровением, иным избранным И крепость веры, и понимание прекрасного, и творческая сила поэзии, и чутье в оценке людей Все это недоступно и непонятно дюжинным натурам Которым нужна грубая и осязательная для веры математическая точность Для понимания и очевидность открытых топорные работы пружин Для объяснения неуловимо тонких движений ума и сердца Составляющих собой характер, то есть особенность каждого человека О самих привидениях, о явлении умерших, о тех пророческих видениях О которых англичане говорят, что идущие нам навстречу Будущее происшествие Бросают свою тень на землю перед собою Можно спорить и делать разные предположения Но совершенно отрицать их Точно ли благоразумно? Не все ли великое, не все ли духовное для человека необъяснимо? Второе зрение у вестфальцев Вестфалье моя родина издавна славится способностью своих жителей Ко второму зрению, говорит Вильгельм Людвиг В ранней молодости, когда я постоянно проводил лето в деревне Мне нередко приходилось слышать рассказы, подтверждающие эту мистическую способность Крестьянин Брунин, провожая меня как-то домой с охотой, передал мне следующее Несколько месяцев тому назад умерла моя мать Она за последнее время прихварывала Но все-таки мы не думали, что конец ее так близок Незадолго до ее смерти я встал рано утром и позвал работника Тот вышел из своей коморки с расстроенным лицом и спросил меня Слышал ли я так же разбудивший его пение? Я отвечал, что ничего не слыхал По его словам, пение громко и торжественно раздавалось в самом нашем доме Было пропето три стиха какого-то хорала Слов которого он разобрать не мог Хотя напевцы запомнил Я в тот же день взял сборник хоралов и стал напевать ему их Один за другим Когда я дошел до хорала Христос, террис майн лебен Христос моя жизнь Он то сейчас признал его заслышанной им в момент пробуждения Вскоре после этого, как уже сказано, умерла моя мать Когда по здешнему обычаю к нам в доме явилась школьная молодежь с кантором во главе, чтобы отпевать тело и сопровождать его до могилы Первое, что я услышал было Христос, моя жизнь Дети пропели первые три стиха этого хорала у гроба умершей Я был поражен, но постарался вскрыть свое волнение После погребения кантор сказал мне, безо всякого повода с моей стороны, что перед самым началом печальной церемонии ему пришло в голову велеть детям спеть Кристос, террис майн лебен Вместо хорала, который был первоначально назначен Так как ему показалось, что тот они еще недостаточно хорошо разучили Тогда я рассказал ему о галлюцинации моего работника Колонист Ротман, по общему отзыву, много раз умевший правдивые галлюцинации Сообщил мне, между прочим, следующее В беспокойном 1848 году разнесся слух, что шайка безземельных пруссаков собирается сделать на соседей набег Тогда крестьяне стали выбирать из своей среды ночной караул И одним из первых пришлось караулить Ротману Однажды, когда он во время ночного обхода проходил с подручным мимо дома одного приятеля Ему вздумалось написать на дверях шутливое приветствие мелом, которое у него случилось в кармане Он уже принялся было писать Как вдруг сквозь дверную щель увидел свет Полагая, что кто-нибудь в доме проснулся, он встал на колени и заглянул в отверстие Сделанное в нижней части двери для кур В сенях дома он увидел гроб, в котором лежал труп женщины На крышке гроба, стоявшей тут же, обычные три свечи, горели так ярко, что он мог разрешить белую отметину на лбу у коровы Помещавшейся в хлеве рядом с сенями Он сейчас же позвал своего спутника, но тот ничего не увидал И когда Ротман сам еще раз посмотрел в отверстие, все в доме было уже темно Несколько недель спустя хозяйка этого дома умерла, и ее тело было положено в гроб На том самом месте, где видел его Ротман Тот же свидетель имел однажды правдивые галлюцинации слуха Проходя раз вечером мимо соседнего дома, он услышал там странный шум Точно работали насосами Он ясно различал мерный звук накачивания, журчания, всплески воды Видеть он, однако, ничего не мог, так как кругом была темнота Дом, у которого ему это послышалось, в непродолжительном времени сгорел дотла Ротман славит за человека весьма рассудительного, несоеверного и нетрусливого По убеждениям своим он, как большинство его земляков, рационалист С Кантором Нидерхаусом мне не раз случалось беседовать о мистических явлениях Из сообщенных им фактов приведу один Его знакомый крестьянин был очень удивлен однажды вечером, услыша Что в его дровяном сарае кто-то распиливает доску Подозревая, что к нему забрался вор, он отправился в сарай с ружьем Но никого там не нашел и шума уже больше не слышал Домашним он высказал предположение, что кто-то над ним подшутил Но они взглянули на дело иначе И весть о дурном предзнаменовании разнеслась по всему селу Несколько дней спустя умер отец этого крестьяна Выйдя из дома здорового, он более не возвращался И после долгих поисков нашли в лесу его труп Когда в семействе из фальса кто-нибудь умирает Зовут плотника и велят ему тут же на месте сколотить гроб Так как почти у каждого домовладельца есть свой запас леса Но в данном случае потерявший отца не желал, чтобы исполнилось предзнаменование И потому не позволил плотнику работать у себя А велел ему взять доски на дом Гроб был уже почти готов Не доставало лишь одного бруска Подмастерье плотника отправилось за ним в дом заказчика И чтобы не тащить с собой целую доску Стал на месте выпиливать брусок Услышав роковой звук пилы Крестьянин должен был убедиться, что Чему быть, того не миновать Паденщик Велькер имел в 70-е годы видение Что около железной дороги, которую тогда проводили мимо его села Появился какой-то новый дом Потом исчез, причем произошло большое несчастье Он говорил, что вымерял шагами длину и ширину этого призрачного дома Вскоре на месте указанном Велькером выстроили большой барак для железнодорожных рабочих Когда Велькер вместе с мельником Репи вымерил его, он оказался гораздо меньше, чем следовало Не прошло, однако, и двух недель, как барак увеличили И тогда размеры его по удостоверению Велькера Вполне соответствовали размерам дома, явившегося ему в видении Тот же Велькер видел, будто похоронная процессия движется Не по направлению к местному кладбищу В Остеркапельное А к городу Оснабрюку За гробом шел впереди всех человек, который, проходя мимо известного дома Дотронулся рукой до своей бороды Это видение через несколько времени сбылось У одного еврея, в Остеркапельное, умер сын И его не хоронили на месте, а повезли в городное еврейское кладбище Из дома указанного Велькером несколько человек смотрели на процессии И видели, что отец умершего, шедший за гробом первым Машинально дотронулся рукой до бороды, когда поравнялся с этим домом Начальник местной полиции Крайен Хаген Человек, знакомый мне с лучшей стороны И большой скептик по отношению ко всему сверхъестественному Передал мне, что много лет тому назад он проходил однажды мимо усадьбы Плейн Клусман Одинокая, лежавшая на склоне горы И не заметил там ничего особенного Через несколько минут он встретил человека, двенадцать окрестных колонистов Бежавших куда-то с ведрами, баграми и прочими, тушить пожар На вопрос его, где горит, ему отвечали В Крэйн Клусмане Все они видели из долины Как из-под крыши усадьбы показались огненные языки Напрасно Крайен Хаген уверял их, что сейчас там проходил и никакого пожара не видел Они ему не поверили, пока своими глазами не убедились, что в Крэйн Клусмане действительно все благополучно А однако через несколько недель усадьба эта сгорела дотла А этот случай интересен тем, что много лиц имело одновременно ведение пожара Из всех этих рассказов, собранных мной в короткое время и в очень небольшом районе Я пришел к заключению, что вера во второе зрение продолжает существовать в Исфалии И настолько глубоко укоренилась там в народном сознании Что еще в половине нашего просвещенного века Некоторые пасторы находили возможным по просьбе своих прихожан Молиться в церквах о том, чтобы Бог избавил того или другого От опасности предзаменования, которое Он не спасал Много, мне кажется, говорит за истинность приведенных мною рассказов Место действия и имена свидетелей всегда были мне известны И я лично проверял каждый случай, да и независимо от этого Не раз убеждался в правдивости передатчиков Для висфальского крестьяна эта способность вовсе не представляется особым отличием Напротив, если она резко выражена Он считает себя несчастным человеком И избегаясь делиться своими впечатлениями с другими Отлично зная, как к ним отнесутся И не желая стать предметом насмешек или прослыть за колдуна Только с тем, кто сумел заслужить его доверие Он говорит об этом предмете откровенно Правда, более чем вероятно, что множество необыкновенных рассказов Возникло лишь вследствие неправильных заключений о виденном Так вполне реальный отблеск огня Может легко быть принят за таинственный свет Если после того произойдет какая-нибудь катастрофа Мнительный и соеверный человек, наверное, увидит между обеими явлениями причинную связь Субтитры создавал DimaTorzok